Владимир Мельников, биография, творчество, карьера, личная жизнь. Владимир Мельников, основатель, Глория Джинс. С 1 ноября 2018 года города является генеральным директором Шарен-Жестер-Терни. Активно занимается благотворительной деятельностью, является религиозным человеком. Мельников, Владимир Владимирович, я боюсь денег. Когда они появляются, начинаешь глупить интервью. Мельников, Владимир Владимирович, биография основателя. Фирмы, Глория Джинс, биография. Владимир Мельников был подростком, когда родители погибли. В 12 лет ушел из школы, а в 15 уже устроился на завод Рассельмаш. В свое свободное время он очень много читал. Страсть к книгам сохранилась и по сей день. Во время работы на предприятии молодой человек отметил, чем дальше находится точка продажи от завода, тем дороже получается итоговый продукт. Задатки предпринимателя уже в этом возрасте стали активно проявляться. Мальчик мог купить мешок рыбы у рыбаков за литровую бутылку водки, ее средняя цена была 2 рубля 50 копеек. И продавать килограмм рыбы за 15 рублей. В особо удачные дни молодой человек в день получал доход около 150 рублей. Чуть позже стал зарабатывать себе на жизнь, а перепродажей дефицитных товаров и незаконной продажей валюты. За такие действия в те сложные для всей страны времена сажали в тюрьму. Наказание не удалось избежать и Владимиру Мельникову. В 1969 году он впервые попадает в тюрьму общего режима на 5 лет. Всего же он был арестован трижды. В общей сложности очидел 10 лет, что не помешало ему создать джинсовую империю. В тюрьме молодой человек сильно отморозил ноги, по этой причине практически всегда носит шерстяные носки и не завязывает туфли. Владимир Мельников имеет сына. Когда ему было 2 года, над колыбелькой был повешен плакат с надписью «Береги честь с молоду». Когда сын научился читать, то стал недолюбливать данное выражение. Он постоянно старался сорвать его со стены. Однажды, когда сын уже стал большим, Владимир Мельников в одном из блогов прочитал переписку своего ребенка. В ней спрашивали, что самое важное для молодого человека. Он ответил «Береги честь с молоду». Фраза помогла правильно сформировать выбор и начать принимать правильные решения. Сегодня сын, получив образование в США, является руководителем благотворительного фонда. Есть у Вемельниковой дочь, которая посвятила свою жизнь воспитанию детей. Открытие «Глория джинс». На первой половине 80-х годов прошлого столетия Владимир купил швейную машинку. Самостоятельно на ней работать он и не планировал, поэтому стал организатором подпольного цеха в подвальном помещении одной из ростовских школ. В нем занимались пошивом джинсовых штанов. Для получения модного эффекта ткань сёрли камнем. Очень быстро одежда стала популярной, а доход Мельникова активно стал расти. В стране наступили времена, когда возникла необходимость вывести свое дело из тени. В 1988 году появился швейный кооператив «Глория». Годом позже пришла идея обновить оборудование до более современного импортного. Для этого Владимир Владимирович поехал сам за новыми станками. За попытку вывести доллары был снова взят под арест. В эти годы бизнесом занималась жена Людмила Леонидовна Мельникова. Сам предприниматель плакал в зале и суда, поскольку не понимал, за что его судят. По его мнению, капитализм – самый правильный режим, так как позволяет значительно приумножить доход. Развитие дела в 90-е годы прошлого века, 1991 год. Открыт первый партнерский магазин компании, 1994 год. Приобретена фабрика в Батайске, 1995 год. Куплена фабрика в Новошахтинске, 1996 год. Открыто представительство в крупнейших российских мегаполисах. За первые 10 лет компания стала одним из самых крупных производителей одежды и детей для подростков. По данным Росстата 1999 год, Глория Джинс стала абсолютным лидером детской одежды страны. В этом же году было выпущено в продажу 4,3 миллиона изделий. Компания неоднократно становилась победителем различных конкурсов. Бренд года – лидер российской экономики, народная марка, самый покупаемый бренд. В декабре 2012 года из-за серьезной болезни жена Мельникова умерла. Болела она полтора года. На это время предприниматель отошел в отдел, посвятил себя уходу за супругой. Про личную жизнь бизнесмена в настоящее время ничего не известно. Особенности мировоззрения на должности топ-менеджеров Мельников всегда берет иностранцев. На них он не жалит денег. Считает, что в нашей стране нет хороших специалистов. Чтобы узнать мировые тенденции в мире моды, бизнесмен 4-6 раз в год отправляется в кругосветные путешествия, арендуя самолет. Во многих странах Азии, Америки, Европы работают дизайнеры компании. Они изучают рынки, расширяют ассортимент. В кабинете у Мельникова есть полное собрание серии книг «Жизнь замечательных людей». Своим посетителям предлагает выбрать книгу с любым творчеством. На основании сделанного выбора составляет психологический портрет посетителя. Мельников старается избегать контакта с государственными структурами. Является глубоко религиозным человеком. Общается со старцами, старается прислушиваться к их советам. Имеет своего духовного наставника. Чтобы быть к нему ближе, построил дом недалеко от монастыря «Оптина пустынь» в Калужской области. Владимир Мельников активно занимается благотворительностью. Помогает нищим, матерям и одиночкам, бомжам. В одном из интервью у него спросили, если бы у вас был только один миллион долларов, куда бы были вложены деньги. Кавычка точка. Владимир Владимирович ответил, что пошел бы бродить по стране, раздавая деньги нищим.